Я прошу тебя в энергиоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1976 года рождения, воплощенного на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски, голограмма один, два, три. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Если есть какие-то копии, голограммы в биороботе, все чужеродное выходит из биоробота, значит три, один, два, три. Да будет так, а так есть. Я так понимаю, это он сам похож на голограмму, но это он, он напряжен просто как струна. Ну да, там есть спазмы. Хорошо. Защищая его физический биоробот и вместе с тонкой копией Александра, поднимаясь в комнату диагностики и будь в ней. Один, два, три. Пять. Отлично. Мы приветствуем Александра. Интересуемся готов ли Александра к диагностике. Доверили ли он нам свое биополе наперед сеанса? Да, доверят. Отлично. И он заходит в скэнер, и я даю команду, скэнер на счет три начинает сканировать все семь тонких его тел. Он притягивается в клетку к тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Скэнер начинает работать, сканировать все семь тонких тел. Он у него вот в его теле, он его сковывает. Огромный арахноид сидит. И вот эти лапы торчат даже из него. И вытаскиваю арахноиды силами его намерения. Вылетает в клетку к тюрьму. Один, два, три. Иначе мы ничего не увидим. Ага, а он сейчас в клетке. Да. Но он пытается как по стене клетки залезть на нее. Отлично. И мощнейший удар, сто тысяч герц. Удар. Слез он, но вот он когда залазил, там у него вот на животе или что это? Он как стреляет вот этими. Он стреляет? Он в нас не стрелял, но он вот это оружие, он стреляет и цепляется ими. Как что это? Паутина черная такая. Так, хорошо. Он просто показывал, ну как, когда залез, у него видно было, что он вот как... Мы все уберем без проблем. В любой момент готов выстрелить. Хорошо. Ну это сейчас, чем он хотел выстрелить? Ты это видишь? Вот когда он был на стене, да, сейчас он спустился, у него на животе это. И все, что он хотел, вот это на животе у него висит, оно вылетает из клетки тюрьмы и зависает в воздухе. А это его часть, оно не может вылететь, это оно как паутина, откуда выходит у него. А, хорошо. Какое-то место. Понятно. Хорошо, тогда 50 тысяч герц, еще один удар. Пошел удар. Пытается защищаться. О, отлично. И направляем на него печать всеми архангелов и мощнейшим потоком любви отца. Даю ему мощнейший привет от всех. Удар. Защищается, ставит защиты разные. Ух, класс, отлично. И появляется шар Атмана в моих руках. Один, два, три. И бросаем в него этот шар. Удар. С пауками не дрались сегодня. Шар Атмана, он на него как сверху упал и перекатывается под него. И он как-то такие звуки виски какие-то издает и пытается сбросить его. Как только перестанет дергаться и начнет молить о пощаде, дай мне знать. Ногами стучит. А, отлично. Ты чтоб остановился. Убираешь Атмана, значит, три, один, два, три. Входит моя биополя. Арахноид. Он меня слышит? Да. Еще малейшее движение, которое нервное меня может вывести из равновесия, я тебя сожгу в этой комнате. Ты это понял? Лапами стучит. Это да, значит, или нет? Понял, хорошо. Все, хорошо, Верочка. Давай, кто у нас по каналу? У нас один арахноид. Мы не проверяли пока. И давай еще раз. Включаем скэнер на счет три, один, два, три. И скэнер сканирует все семь тонких тел. И ведут в клетку тюрьмы, притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложниками. Слушай, у него все тело, вот оно в одну струну, говорю, как натянута, у него все тела скручены. Это от этого? Перекручены между собой. Давай найдем причину, кто это сделал. Я не вижу там. Я вижу, что там еще есть подселенцы. Скэнер работает, Вера? Нет, он не работает пока. Давай какую-то команду, чтобы все тела раскрутились. Я даю команду, и все семь тонких тел раскручиваются и становятся рядом с друг другом. Сила моего намерения, да будет так, разбиваем его на семь фантомов, все раскручится, семь фантомов стоят в ряд. Он начинает сканировать сразу в клетку. Все в клетку. Черт или без. Вот так вот. Идем дальше. Я сейчас найду того, кто перекрутил тела. Смотри, у него раньше выжил тела, они пустые абсолютно. Кто это, я не вижу. Обратите внимание. А на арахноиды был этот там? По каналу, конечно. С одного, два канала выходят. Три, четыре. Я вижу пять каналов. Значит, у нас спрут есть. Дальше огромный вот этот арахноид. Из одного канала выходит два. Это грей. Второй пока пустой в клетке. Так. И демон. Так это шесть получается? Спрут. Да, еще раз арахноид. Грей. Канал идет, пока никого не вижу. Мимикрирует кто-то. Спрут и бес. Начали со спрута. Начали. Хорошо, Вера. Значит, у нас, ты видишь пять каналов сейчас, да? Да. Хорошо. Посмотри, кто у нас из темных. Бес, темон, кто у нас там? Бес. Вот это один, который два канала. Один, который два канала. Это грей. И, наверное, рептик, но я его не вижу пока. Так. И я направляю на там, где ничего нет. Свою печать семи архангелов, сжигая все голограммы мощнейшим ударом. Один, два, три. Удар. Рептилоид. Надо было туда сразу запускать энергию от мана. Так, рептилоид. Ты прятался от меня? Получи удар. Сто тысяч герц. Удар. Он защищается. Отлично. Хорошо. И, Влад, давай. Бери свое оружие. Мощнейшим ударом на частоте рептилоида. Удар. Как ты на это оружие скажешь? Ты его ранил. Очень хорошо. Считай цифры над головой. Один, два, три. 688. Хорошо. Так. Рептилоид замер в клетке. Грейф сколько в клетке? Трое. Трое. Какой из них неорганически загорается? Ярко-красная лампочка над ним. Справа. И тот же крайний справа робот выходит из клетки тюрьмы. Один, два, три. Открывается под ним портал. Галактическое ядро улетает. Галактическое ядро на переработку. В чистую первичную энергию. Грей-рептилоид. Вы видели эту дыру сегодня? Галактическое ядро. Вы сегодня изнутри ее увидите. Это касается спрута. Это касается арахноида и беса. Всех вас. Паразиток. Не молчатся. Вы обнаружены. Вы интерференты. Вы интерференты, которые нарушили, уничтожали человека. И я пришел сегодня с вас брать цену за это вторжение. Меня интересует, кто из низковибрационных. Считай там без какой цифры над головой. Один, два, три. Восьмерка. Восьмерка. Отлично, бесяра. Ты видишь меня? Видит он. Ты знаешь, что с тобой сейчас станется? Говорит, что ты такой агрессивный. Отрезаем ура. Один рок. Один, два, три. Неправильный ответ. Неправильный ответ. Говорит, можно же договаривать. Не можно. С тобой договариваться нельзя. С бесами нельзя договариваться. Можно с демоном разговаривать еще туда-сюда. Но вы подлые. С тобой не о чем договариваться. Это еще не последний раз воздействие на тебя. И ты в этом убедишься. Еще малейшая ложь, если ты мне не ответишь на мой вопрос или оставишь что-то в биополе, когда я дам команду, или не отдашь энергию, я тебя в пепел превращу. Говорит, что я еще ничего не сделала. Ты еще ничего. Мне ты не можешь ничего сделать. Ты сделал человеку, который дал нам доверенность на то, чтобы мы тебя вывели. Я действую от его имени. Ты здесь нелегально. В этом вся и разница. Поэтому ты в клетке стоишь, а я перед клеткой. Все понял. Хорошо, поехали дальше. Так, Грей, обращаюсь к вам двое. Три минус один. Когда зашли? Пять лет назад. Пять лет назад. Хорошо, переходим к рептилоиду. Рептилоид. Шестьсот восемьдесят восьмой уровень. Ты еще пытался мне там что-то защиты какие-то ставить? Или что это было сейчас? Какие-то нервные движения я там заметил в клетке. Тебе запустить сейчас энергии от мана в клетку, чтобы тебе тепло было? Паразит. Я не слышу ответа. Я не слышу ответа. Не надо. Энергия от мана. Не надо. Хорошо, отвечай на вопрос. Когда ты зашел в это тело? И почему ты зашел в это тело? С Греем вместе он зашел. Понятно. Ты пришел и привел Греев. Или Греи помогли тебе открыть. Хорошо. Меня интересует, почему ты зашел в это тело? Кто тебе разрешал в это тело входить? Ни у кого не спрашиваю разрешения. Ну, отлично. Я ни у кого не буду спрашивать разрешения. И буду показывать вам сегодня не только шар от мана. А так будете танцевать. Мало не покажется. Спрут. Как долго ты сидишь в этом теле, паразит? Давно. Четырнадцать лет сидит. Четырнадцать лет. Да там надо рассинхронизацию делать. Там надо делать рассинхронизацию. И, Арахноид, как долго ты сидишь в этом теле? Пять. Пять лет? Пять, да. Четыре, пять. Хорошо. Так. Объявляю вам программу. Вы обнаружены. Я нахожусь здесь легально. Вы находитесь здесь нелегально. Сейчас будет проходить реверс энергии. Вы будете забирать всю черную энергию, которую вы дали Александру. Возвращать всю чистую энергию. И после этого я каждого буду в отдельности вызывать. И он будет доставать все, что он оставил в биополе. После этого я проведу проверку 2 миллиона герц. Если кто-то что-то забудет, я очень прошу вас, забудьте что-нибудь. И это мне даст повод сжечь вас в этой клетке. Вот тонкая копия. Он как дерево. У него ноги и часть рук вот снизу, представляешь, да? Да. Он как ствол вот так. Как ствол дерева. В общем, он скован вот этим деревом. Кто ответственен за это дерево? Сейчас выстраивается канал. 1, 2, 3. Кто ответственен за это и притягивается по каналу в клетку тюрьмы? 1, 2, 3. Вот этот пес говорит, что это смотри в корни. То есть это родовое проклятие. Родовое проклятие. Мы достанем родовое проклятие. Мы не такое доставали. Будем искать тогда на магии. Так, все поняли программу сегодняшней? Тогда начинаем с реверса. Если все достанут все, что оставили, вернут все энергии, я всех отпущу на их чистоту. Если кто-то меня обманет, он никуда не уйдет. Всем понятно? Смотри, вот от него сейчас, да, я смотрю дальше корень, как он говорит. И вот этот корень, он получается как канал, грубо говоря, под землей как-то проходит и выстраивается к какой-то женщине. То есть его не видно, он не наверху, он под землей. Хорошо, я притягиваю по этому каналу эту женщину в нашу клетку. 1, 2, 3. Да, будет так. Она в черных одеждах. У нее все равно, она в клетке или нет? Да. Отлично. Кто ты такая? Какая-то егумения. Егумения какая-то. Егумения? Монахиня? Да. Что ты делаешь в этом теле? Как ты привязана? Это магия или что это? Она говорит, что я прокляла его весь род. Понятно. Когда ты ушла из этой жизни? Когда это проклятие было произнесено? 1780 год. 1780. Как тебя зовут? Ольга. Ольга, ты понимаешь, что ты наделала? Не ты не можешь никуда уйти, и ты портишь жизнь на протяжении почти 300 лет, 250 лет человеку. Он говорит, что они разорили наш монастырь, насиловали, убивали. Ольга, чья душа убивала? Александра? Или его родственников? Нет, его родственников. А за что страдает Александр, скажи мне? Какое он имеет право страдать? На каком основании? Что он лично сделал тебе? Человек парализованный. Ну как, у него все тело в спазмах. Ольга, тебе не кажется, что надо наконец поставить точку в этой истории и произнести прощение? Если ты дашь мне возможность, я так и сделаю. Я тебе даю возможность. У тебя эта возможность всегда была. Ты в любой момент могла их простить всех. И расторгнуть это родовое проклятие. И уйти в свет. А они бы жили своей жизнью. Александр ни в чем не виноват в том, что случилось. Те, которые сделали, разорили монастырь, те получили свое наказание. Но эта душа невинная. И она сейчас страдает из-за тебя, из-за твоих слов. Ты готова сейчас произнести прощение? Все, что тебе было сделано, и простить сейчас этот род, и забрать свое проклятие, нейтрализовать его. Наготово. Хорошо. И искренне произнеси это прощение. И нейтрализуй это проклятие. Оно перестает действовать. Простит произнесение от тобой слов прощения. Отпусти эту ситуацию. Прости ее. Отец всех прощает, и ты прости. Она говорит, я прощаю тебя и твое ордовое дерево за ужас, который одиннадцать твоих редко радидов, она говорит, причинил. И боль причинил нам. Николай, вы хотите что-то, Александр, вы хотите что-то сказать? Ольге? Подожди, она говорит еще что-то, что я снимаю родовое проклятие, произнесенное из моих уст. Вот оно, эти ключевые. И очищаю, очищаю, очищаю все дальнейшие поколения. Отлично. А так и есть. Ольга, мы благодарим вас за то, что вы сделали такой шаг. Вы освободили от проклятия. Со своей стороны, мы, безусловно, сожалеем, что так случилось на тот отрезок времени, когда это случилось. Но это не изменить. Сейчас вы изменили историю. И сейчас вы выправили эту ошибку. Я искренне вас благодарю. Посылаю вам свою энергию благодарности вместе с Александром, что вы освободили от проклятия его весь род. И сейчас мы тогда будем производить. Я могу ее в светлый портал отпускать или будем проводить процедуру? Оно, вот это дерево, оно должно, я не знаю, его надо снять как-то. Оно стоит на нем. Хорошо, и силой моего намерения сейчас, вместе с Николаем, прошу прощения, с Александром, Александр изнутри помогает своей энергией, и я раскалываю на две части это дерево. Один, два, три. И оно выходит полностью из его биополя, освобождает его биополе, зависает перед ним. Оно вот, канал с ней, он как разорван, и вот это дерево, оно как труха стало, зависло. Отлично. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Один, два, три. И это дерево улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Один, два, три. Закрывай, печатаю. Готово. Она говорит, что я должна получить от него прощение, прежде чем уйти. Александр, вы сейчас должны извиниться за весь свой род, за все, что вы причинили Ольге. Она вас простила, сейчас ваша очередь попросить прощения. Произнесите слова прощения. Попросите за свой род, за своих предков прощения, за то, что они учинили в 1780 году. Прошу вас, искренне, от всего сердца. От него такой этот идет, он руки вот так сделал, в груди и говорит, дорогая Ольга, я прошу прощения за всех моих прадедов и весь мой род, причинивший этот ужас. И он говорит, я буду молиться за вас и за ваши души. Благодарю вас, Александр. Ольга, ваше слово? И очищаться этим, он говорит. Безусловно. Она плачет, да. Она благодарит его и плачет. Отлично. Мы очень рады, что мы могли разрешить сейчас историю, которая 241 год. Какой кошмар. Ольга, вы меня слышите? Да, она слышит. Вы хотите уйти в светлый портал, в чистилище? Хочу-то. Я могу вас в кацу отправить. Вы готовы? Готовы. И на счет 3. Открывается сейчас портал, в чистилище. Светлый портал к отцу 123. Есть? Она говорит, я вижу, что это твоя работа. Отправь меня. Да, это моя работа, Ольга. Я отправляю и желаю вам в новой жизни всего наилучшего. Благодарю вас. Посылаю вам искреннюю энергию благодарности за то, что вы приняли правильное решение. Примите ее, пожалуйста. И желаю вам всего наилучшего в новой жизни. И открывается светлый портал, 1, 2, 3, чистилище. И Ольга уходит туда. Она вот как шагнула туда, да? Да. Там светлый портал такой. Как небеса, да? Как это голубые цвета, такие светлые. И она вот перестала плакать. Она развернулась и говорит, я прощаю, я прощаю, я прощаю. И ушла. Все. Фух, аж до слез. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово, да. Хорошо. Так. Я уже совсем забыл, где мы там находились, Вера. Мы реверсом начали делать? Нет пока. Хорошо. Каналы мы начали выстраивать. Выстраивать. Хорошо. И повторяю. И даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы. Ко всем ответственным подселенцам ответственны за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергию страха, неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Энергию. Хорошо, наблюдаю. Александр, он вообще в шоке после услышанного. Все нормально, Александр. Но у него с ног вот это вот снялось. И он колени поднимает ему легко. Ноги, руки. скованность вот это ушло нас к спроту много идет такое густое что-то из пруду из пруд чернота вот к этому арахноиду рептилоид грей закончили демон закончу ждем всех арахноид закончен все все готовы все готовы хорошо устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы 1 2 3 и в порядке реверса александр забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная чистая все что не украли все что не похитили до последних капли до последнего микро он и возвращает александр себе обратно он хозяин своих энергий возвращает всю свою себе обратно от без красной идет от грей в человеческая энергия бежевая крылью чего воровали энергию человеческую человека или как да не кивает синяя идет от рептилоида по третьему глазу ударил репт ну что меня останавливать сейчас тебя не уничтожит скажи мне паразит рептилоид что меня сейчас может остановить ты пришел убивать человека то ничего воровал энергии третьего глаза или этого от спрута идет с белой такой чакры наполняется сейчас скажи мне вера там две у тебя были бесцветные а это арахноид арахноид понятно да усиливается потоки в 50 раз до последнего микрона все назад возвращается готова так хорошо приступаем к вы вытаскивание всего что вы оставили в биополе это ваш последний шанс здоровыми уйти спрут я тебе даю один единственный шанс сейчас выйти вытащить все что ты оставил до последнего микрона после того как ты закончишь станешь клетки доложишь это касается всех все будете по очереди приходи приходить и забирать все что вы оставили если меня кто-то обманет и что-то после проверки останется он сгорит всем понятны условия да отлично приступая спрут слизи много у него он уберешь чуть ниже опусти микрофон носа между губами да хорошо это кстати он его тела скручивал кто спрут своими щупальцами вот он его обнимал и крутил слизью чтобы чтобы слизью везде обмазать думаю чем сейчас обмазать этого паразита присоски достает и из головы вытаскивает какие-то уплотнения слизистые готов хорошо так следующий у нас арахно и так подожди стоп и силам его намерения происходит сейчас рассинхронизация с энергетикой спрута один два три александр забирает свою энергию энергия спрута уходит полностью до последнего микрона из его биополя проходит полная рассинхронизация энергии и вибрации со спрутом да будет так хорошо так выходит арахно это рахно и достаёт все что оставил кого быстро скручивает синхронизация была с него как пленка какая-то вернулась еще мы тоже самое сейчас делаем с арахно и бесцветная к этому спруту вот так вот арахно и арахно и забрался и я даю команду и происходит рассинхронизация энергии александра и арахно и до нас счет 3 александр забирает свою энергетику арахно и забирают свою энергетику и и проходит полное расторжение энергетик 1 2 3 пошла рассинхронизация то же самое от него как серое облако отошло очень хорошо понятно хорошо так переходим к грейм грей вы хотите уйти сегодня на свою чистоту или хотите туда куда робот ушел очень хотят очень хотите хорошо значит тогда сейчас побежите и вытащите все ничего не забудете вытаскивать будете осторожно не повредить ничего я проверю приступайте что не достает посмотри вера с него какую-то одежду снимает с рук вот полностью грей рассказывайте что это за вы установили грей снимает грей что вы установили я спрашиваю эту человеческую энергию убирали человек на грани был обострение у него на все шло нервное это вы вызывали это обострение у него чем вы вызывали это обострение это то что они сняли чья это идея была ваша или рептилоида установить именно это оборудование рептику отлично хорошо если можно чуть-чуть ближе к губам микрофон пожалуйста чуть-чуть ближе они очень много снимают не из головы что-то из ушей из глаз вытаскивают сняли хорошо и я даю команды все что грей сняли сейчас устанавливается силам его намерения на рептилоид да 1 2 3 да будет так атаки есть мне это не нравится у меня в ушах трубы какие-то отлично и включаем на полную мощность 1 2 3 возвращаете все что рептилоид ты дал боль александру за это время пребывания ты как автор этой идеи получаешь сейчас откат своих деяний не имеет никакого значения я не слышу вся боль которую ты ему причинил возвращается за одну минуту тебе назад да будет так прочувствую на себе это паразит хвостатый пал из него синяя какая-то вытекает из ушей открывается портал на частоте рептилоида 1 2 3 вышвыриваю его туда включая высоко вибрационный закрывая печатай растворяя включая высоко вибрационные фиолетовые лучи 1 2 3 вытесняет из комнаты всю неэнергетику которая могла остаться от рептилоида за пределы этой комнаты готова отлично хорошо подхожу сейчас к александру кладу ему руки на плечи и моей собственной энергии 200 тысяч герц произвожу произвожу шоковый удар от сжигая все каналы 1 2 3 удар подожди у нас бес еще не снял стоп хорошо бес метнулся вытащил все у него лярва на ногах ага они там и останутся шатный я тебя сейчас уничтожу снял он все все снял и включаем скэнер на полную мощность 1 2 3 скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел александра если что-то чужеродное еще осталось то этот скэнер находит это и загорается ярко-красная лампочка над интерферентом пошел скэн синим у нас рептилоида пластина осталась и силами его намерения эта пластина безболезненно сейчас выходит из биополя александра 1 2 3 зависает в воздухе со всеми проводами со всеми подключиками по энергетике все что может от этой пластины рептилоида оставаться в биополе выходит александр вытесняет эту энергетику из своего биополя она зависает прямо перед ним отлично и открывается портал в галактическое ядро это все улетает в галактическое ядро на переработку чистейшую первичную энергию закрывая печатая растворяя есть хорошо подхожу к александру кладу руки на плечи мощнейший удар двести тысяч герц сжигает все каналы один два три удар все отстегнулись кроме спорта хорошо он снял получается с головы но его вот это вот слизь она по всему телу ниже ниже он не откачал ее хорошо спрут ты меня обманул но он говорит собрал все что смог а внизу это кому осталось ты кому это оставил он говорит что он рассинхронизировался хорошо и оно перешло на другие тела хорошо и я даю команду и вся эта слизь вся эта энергетика спрута сила моего намерения вместе с намерением александр александр помогает мне сейчас включает изнутри белый свет вытесняет всю чужеродную энергию спрута которая находится она начинает выходить до последнего микрона вся эта слизь выходит формируется в шар темный шар начинает крутиться наматывать на себя все нити все микроны все наночастицы этого яда спрута 1 2 3 готово и открывается портал в галактическое ядро 1 2 3 эта слизь улетает в галактическое ядро 1 2 3 он говорит что это больше уже его чем мое не трать мое время так поехали дальше все вера они все забрали все да будем отпускать так грей готов стегни спрута хорошо и подхожу сейчас кладу руки на плечи и 500 тысяч герц энергия сжигает этот канал спрута 1 2 3 удар да есть отлично открывается портал в галактическое ядро и улетает все эти каналы в галактическое ядро весь мусор засасывается туда 1 2 3 закрывая печатая растворяя только хотела сказать у нас тут пепел по всей комнате летает я вижу готово хорошо так так грей готова уходить готова вы поняли все да да поняли никогда больше в это тело даже не пытайтесь зайти даже если самый крутой рептилоид к вам придет и скажет что вас не заметят вы в ваших мирах знаете меня я найду вас всех поэтому не входи я это тело буду проверять все понятно понятно я найду других отлично все открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гриф 1 2 3 и гриф уходит на свою частоту забирает все что с собой принесли если что-то осталось они вылетели они вылетели так спрут он говорит отпусти меня хорошо я тебе сразу предупреждаю если тебе сейчас придет в голову идея после того как я открою портал кинут в меня что-то я тебя затяну назад и сожгу я уже такое делал и это отлично у меня получается он понял хорошо открывается портал на частоте спрута 1 2 3 спрут никогда больше в это тело не приходит если приходит он приходит на свои похороны и он уходит на свою чистоту забирает все что с собой принес 1 2 3 закрывая печатая растирает но он хрипит ну и так много у него этой слизи сейчас с ним трудно ему вылазит он в свой портал пошел ну александру 14 лет с ним жить было легко нашел закрыла ничего не бросил нет повезло так эти ушли спрут ушел арахноид готов уходить да он готов так ты понял я не буду повторяться в это тело даже и не думай если ты увидишь этого человека беги от него и и и хорошо я принимаю это как да хорошо открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида арахноид забирает все что он с собой привел принес до последней микроны уходит на свою частоту закрывай печатаю растворяя готов и у нас без остался да да хорошо иди забери лярвы хорошее дело забрал он хорошо чтоб ты не думал что я жадный я никогда я не знаю этого ощущения жадный я никогда ничего не жалел тем более лярвы для беса хорошо он готов уходить он готов да хорошо значит ты больше в это тело не приходишь тебе сегодня реально повезло если второй раз я тебя встречу наша встреча не закончится так дружно дружелюбно говорит что он забрал что он хотел хорошо все открывается внизу портал на частоте беса 1 2 3 бес уходит на свою частоту закрывая печатаю растворяя ставь огненный пентаграмм утомили они меня что-то сегодня хорошо так каналы мы отстегнули пошли дальше переходим на частоту магическое воздействие если таково есть оно сейчас проявляется 1 2 3 фантом есть и выходит этот фантом 1 2 3 что за фантом посмотри ну вот этот из прошлого фантом как магии можно его при проклятье проклятье все верно открывается портал в галактическое ядро этот фантом улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую энергию 1 2 3 прощение было произнесено это уже не имеет силы закрывая печатаю растворяя хорошо отлично переходим на частоту неупокойные бесплотные души если таково есть и не сейчас проявляется 1 2 3 ты знаешь у него ощущение что у него душа прадеда вот этого стучится к нему это как чтоб он получил прощение что прадед получил прощение да то что сегодня произошло вот он пытался до него стучаться чтоб он прервал это проклятие понятно хорошо и прадед сейчас присутствует здесь но что-то очень тонкое от него да хорошо он может нас он может нас слышать хорошо как его зовут буква м идет м м не правда м 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 Я буду говорить, Михаил. Михаил, мы сегодня вашего родственника, который 240 лет назад, позже, получил это родовое проклятие, освободили от этого родового проклятия. Мы прервали эту цепочку этого всего. Я хотел вас спросить, Михаил, а что вы сделали тогда, в 1780 году? Вам было дано прощение. Вы свободны. Но он показывает ту же картинку, этот разграбленный монастырь. И вот от него такой негатив. Боль, слезы поднимаются вверх. Энергия вот эта темная. И страх. И вот он сейчас, он хочет, чтобы ты ему портал открыл. Светлый. А, он тоже не мог уйти никуда из-за этого, да? Оно его приземляло, вот это проклятие. Конечно, он не мог уйти. Все, Михаил, хорошо. Сегодня пришло ваше время уходить. Вы получили прощение. Весь род получил прощение. Вы свой урок поняли. Вы готовы уходить в светлый портал? В чистилище? Готов. Хорошо. Он просит прощения у... У Александра? Тонкая копия Александра, да. Александр, вы прощаете своего родственника? За содеянное. Вы прощаете своего родственника за то, что он сделал 240 лет назад? Он прощает, он ему говорит, что это был опыт о его душе. Все правильно. Я не имею права его прощать или не прощать. Абсолютно. Я принимаю его. Он принимает. Отлично. Вы удовлетворены, Михаил? Благодарю. Хорошо. И на счет три. Открывается сейчас портал, светлый портал в чистилище. Один, два, три. Да, есть. И Михаил уходит в этот портал. Мы прощаемся с ним. Желаем ему всего наилучшего. Готов. Закрывай, опечатывай, растворяй. Его встречали там? Или он ушел? Да, там был кто-то. Кто-то был хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.